всем привет это снова мы александр и марина на канале с приморья и на канале и при море что продолжаем движение пересекли сегодня литовско-польскую литовско-русскую границу пункт перехода кипартай все достаточно спокойно хорошо наши пограничники улыбаются литовские немножко охмуренные серьезные не будем затрагивать давай другую мышцы не обсуждаем прошли рассмотрели полностью детки помяли вещи трусах ковырялись везде у нас ну и что это я хотела про другое знаете что ребята вот на самом деле сейчас идет информационная война и все что нам показывают только но других странах другой мы когда были в польше там даже tick tock отличается то есть там даже то что выставляется ролики которые выкидываются в youtube и тот же самый tick tock instagram они совершенно другие чем те которые мы смотрим допустим в калининграде вот и сейчас фейков очень много вот эту всю массово обсуждают новости вчера мы посмотрели новости давай сразу созваниваться с ребятами которые с которыми познакомились российскими и белорусскими которые остались в польше все равно жить и работать и говорим ну прокомментируйте как вы ощущаете так это или не так ну например показывали что правительство польши приняло решение изымать недвижимость российскую которая принадлежит россии я не в курсе ты рассказывай да я потому что общалась в основном ну да действительно вроде как варшаве принято решение взять вот это здание школы которая принадлежит не частному лицу то есть не частную собственность будут изымать а именно вот как стране консульству россии так что потом что сказали что вроде как отчисляют российских школьников из польских школ ну вот у наших друзей не отчисляют то есть учительница да это восьмой класс озвучили что началась война вот такое событие сейчас историческое происходит все покосились немножко но никакого гнобления никакого давления со стороны никого нет хотя в классе есть и украинские ребята общаются точно также учителя потом что еще комментировали а вот например знаете такие ситуации каких-то странах европейских якобы отказываются принимать российских граждан и пишут что россиянам вход запрещен вам только суп с камнями может быть потому что есть проявление какой-то гражданской позиции как мы все да кто-то согласен кто-то поддерживает кто-то не согласен я тоже считаю что это тоже но то есть смотрите может быть кто-то действительно одна из плохое что не надо вот это смотреть и нас это принимать и настраиваться друг против друга не надо это настрой именно друг против друга вчера я не знаю кому-то говорил нет не вчера зеленский звонил вообще ну как кстати наша автоответчиком я трубку взял трубку взял смотрю украину может наши подписчики алло там голос зеленского записи и типа подымайте народ и то что как бы чтобы про нападение что русские нападают украина убирают людей не оставьте это без внимания вот такого плана я не знаю может о мошеннике но я была на счету 100 рублей они быстренько за я даже не дослушал то что сказали закончили салисе потом вечером еще раз звонили мы спать уже вложились мы уже трубку не смотрится что украина мошенники скорее всего как всегда как всегда кто-то страдает у кого-то какие-то проблемы а кто-то деньги пытается на этом заработать на беде на людской вот что еще хотела сказать но у ребята нас прокомментировали например в гданьске рассказывала мне знакомая что она видит стоят белорусские таксисты на белорусских номерах ну что-то смотрю в них не то понять не могу потом увидела что белорусский флаг заклеен украинским флагом ну потому что боятся работать на своих номерах вот как бы это место наоборот сказал не так сказала боятся работать на белорусских номерах вот потом что еще что-то еще так вот еще вот смотрите как рождаются эти фейки например ее подружка пошла открывать счет в польском банке ей отказали на основании того что якобы российским гражданам не открывают больше счета в банках но на самом деле это просто была гражданская позиция девушки которая сидела в этом окошке они отошли в другое окошко им открыли этот счет а можно было бы снять это видео выставить в youtube тикток везде что отказывается обслуживать абсолютно всех россиян вот так рождаются эти фейки им не надо доверять не надо думать что вы понятно что очень сложная ситуация друг против друга еще больше настраиваться нельзя доходить просто гражданской войны самое конечно худшее это то что евросоюз и другие страны как-то не принимает участие чтобы все это завершилось очень быстро и какими-то переговорами потому что у нет ничего на нас только санкциями на россию есть только станции но все понимают что эти санкции и еще больше отразятся но они же больше отразятся только на нас на граждан то что у час он говорит вам надо выйти миллионам москве и типа это самое петенковать что-то против войны наверное каждый второй из нас знает что это возможно бестолковое дело нас с вами также разгонят и ни к чему это не придет если у них есть какие-то уже цели то они наверное добьются на самом деле вот это все закрадывает сомнений и тревогу и мы действительно очень переживали перед сегодняшним днем и до сих пор еще не выдохнули наверно где-то в смоленске поэтому ну что правильно поняли нас многие наши подписчики что мы пытаемся просто вырваться из кольца и перевести свою машину в россию сколько лет в европе событий и они дальше продолжаются эти события как были так и есть только сейчас мы пойдем по смоленской стороне там тоже кругом одни и дед у меня там же стоял под смоленском панфиловской дивизии и все это опять не дай бог поэтому это вот территория она как будто притягивает это знаешь вот как машину долбанешь если машина была в аварии почему-то потом если следующий раз попадает опять в эту же сторону не знаю вот тут эта территория она притягивает какие-то действия ссоры из-за того что может быть место вместо мало людей здесь надо наверное как-то не то что сокращать а остальная россию полное и надо все осваивать использовать здесь примут в одном как небольшой кусочек земли я долго и не успела заснять сколько топлива ладно еще одна будет заправка мы вам покажем сколько в литве стоит топлива включила слушайте совсем забыли сказать вы знаете у гора сделал же нас кто-то вот внутри мне сказал сделать их осмотр потому что там что-то будет марте и вот видите он все-таки пригодился потому что на литовской границе попросили страховку и диагностическую карту я говорил мне в электронном виде вы же можете показать да поэтому так что российской границе не спросили а на литовской очень много фур в очереди на выезд получается с калининградской области фур практически не было ну вообще очень мало пропускали быстро их а здесь вот смотри сколько по дороге по трассе очень много поедешь? не знаю, торопится, да? ну побыстрее, ну вообще ну не знаю, фур много это потому что такая дорога в Калининград, короче, транспорт не закрыт, пропускают туда и обратно в том числе и фуры только некоторые транспортные компании при этом все равно отказываются принимать груз на Калининград например, у меня девочки все говорят, что энергия все, говорят, в Калининград не повезем а тот же Фан Транс, Лав Трасса, УПЭК, вроде и везут все хорошо объезжаем, Каунас дорога так идет поехать не получится очень насыщенное движение что-то две полосы туда, две сюда ну да, битком надо было все-таки брать еще какие-то номера почему? ну как-то ехали бы сейчас, не выделялись непонятно, как реагируют на дороги так они и раньше так ездили как обычно это и везде полно всего только единственное, что раньше с русскими номерами как-то почаще машины попадались, а сейчас ни одной не было ну что, вот видите, так-то симпатичный, наверное, город ну как-то всегда Каунас объездом, да? здесь снова думаешь не время путешествий сейчас, да это точно интересно, что огромные торговые центры просто огромные, они прям совсем на окраине, где-то на выезде из города сейчас по левой стороне полна, наверное, теперь вот по правой как стрелы, смотри ладно, теперь к Вильнюсу смотрите, интересно, прям вот, мне кажется, православный храм ну, не католический может, другой немножко ну что, пойдем это? ой пойдем немножко какая-то усталость то ли я нервничалась вот у меня стресс сошел чуть-чуть отпустила и прям глаза закрываются не знаю знаете, на всякий случай они стали по здоровью дальше рисковать заезжать в Лидлы на заправки, кафе потому что, честно говоря, ну не знаю может быть ничего и нет неохота себе оставлять какие-то негативные впечатления о Литве потому что они всегда были положительные да люди всегда радушные не говоря уже о том, что половина разговаривает по-русски и тебя понимают ни разу не загрубили ни разу, да и причем сколько было ситуаций когда они между собой разговаривают разговаривают по-литовски а ты подходишь и понимаешь, что русский говорят с тобой по-русски никто ни разу на нем сказал не сделал вид, что не понимают наоборот всегда как-то готовы только помочь в этой ситуации а сейчас встретили наконец-то первые русские номера да? напольщика поморгали ему привет но он наверное не понял что мы ему поморгали надо было рацию ставить да то ли надо скорости прибавить то ли остановиться да? ну ладно но мы были рады встретить хоть кого-то немножко вечереет уже, да? смеркалось как-то смеркалось хотя еще питья нету вечера по-калининградски а тут разница уже есть на час нет нет наверное еще наше время в Калининградске дождя нет а стекло все равно грязное и вроде и насекомых нет, да? а вот и Вильнюс ну правда в ней сейчас внизная часть будет длинная да? ну ладно зарадует но вывеска в Вильнюс уже есть да мы любим правда этот город да очень жаль, что в этот раз не получится погулять старинный просто такой весь город и крепость на холме и площадь вот этот центральный собор очень интересно ну что ж в этот раз так ну не в этот раз а говорят голубом по Европам это правда ладно Марина хочет сказать, что мы дать им едем да смотрите какой красивый красивый солнышко едем огородами через Вильнюс не поехали потому что ну просто на подъезде городу была сумасшедшая пробка и мы подумали четыре ряда просто хотя навигатор нас говорит едьте тут быстро тут быстро быстро и бесплатно мы не поверили вот поехали какими-то околицами огороды а тут прям колея не дорога закат правда красивый красивый появляется потихоньку конечно белорусские уже с автомобилем ну что зима летом все таки световой день подольше световой день не может было окно открыть а то сейчас остановились пять минут ноги размять воздух оглотнуло у меня аж голова закружилась крок ну может тычку включить не надо спасибо здесь прям зима видите кое-где прям снег лежит как можно в Калининграде нигде такого нет значит все таки по материковии по прохладнее вот опять куда-то навигатор зовет мы объехали вильнюс вильнюс налево вильнюс направо возвращаемся ясно ну вот приближаемся к литовско-белорусской границе да? ну фур немного в эту сторону немного вообще мы были, знаете, удивлены нам на самом деле фур с 39-ми или вообще с русскими номерами попалось прям совсем мало прям совсем-совсем надо здесь как-то останавливать не знаю сейчас будем смотреть что здесь где надо не надо а что-то все в снегу да? как будто нет никого я думаю, что все они стоят с той стороны фуры вон раньше всегда были очереди огромные посмотрим сегодня какие видишь на машинах флаги ага, и здесь так, дай бог чтоб нам выйти спокойно дальше уже как таковых границ нет здесь 400 метров плавный поворот направо спасибо большое прям зима снег-снег здесь тоже не надо зеленый горит вон зеленый значит едем дальше интересно, кстати, было на литовской границе главный поворот направо девчонки, накиньте быстренько слушайте на литовской границе все как бы как обычно но только не улыбаются сама граница здесь конечно какой-то ремонт надеюсь сейчас общались с одним из дальнобойщиков говорит, что сколько он неделю назад неделю назад ехал с Москвы из Москвы в Калининград но, говорит, достаточно сложно именно въехать посмотрите вот очереди какие а на выездах вон быстро пропускают задним ну, конечно доброжелательность прям чувствуется в глазах да? вы знаете молодая девчонка лет не знаю 25 максимум так что-то они если честно извините если кто-то литовцы смотрят я не хочу сказать что вы такие есть просто хочет выявить какое-то типа недовольство а не недовольство а не получается все равно культурная страна и все-таки вот это воспитание наверное оно не позволяет да, потому что хамнуть не получается молодцы в принципе просто спросили откуда едете куда едете поставили печати и выпустили откройте багажник и закройте багажник продолжайте движение прямо вот так вот единственное что когда мы въезжали все-таки саша говорит ездим всю дорогу обсуждаем наверное все-таки спросили все что можно чтобы подольше нас там как-то задержать поэтому и техпаспорт неожиданно понадобился техосмотр я сильно удивился и хотя мы вот спрашивали у человека зачем вы зарегистрировались на портале я тоже не помяла занимаются автовозом ты помнишь я спросил что что нужно то для всего этого дела вроде ничего не нужно это Белоруссия уже Белоруссия? да вот здесь Белая Русь ура привыкли что всегда здесь очередь огроменная колонна не знаю сейчас таможенник со стороны Белоруссии спросили говорю как что нормально все спокойно езжайте а что такое должно быть? ничего это он спросил ничего видать наверное наверное спустите ребят ну пока вот вроде фуры стоят а фур нету смотрите и все а где они тогда? не знаю вот смотри пять фур стоит у въезда в литовскую границу странно никогда столько мне кажется их перенаправили все таки сказали же будут перенаправлять но вообще пропускают достаточно фуры быстро по крайней мере ну вот смотри здесь было не знаю более нескольких километров тропки тропки потому что мне это удивительно а почему грузы с опозданием а вот между Белоруссией и Литвой все стоит колом видела? ну там не так много все равно было все равно есть там машины короче какие-то нововведения есть во-первых нас впервые за время пересечения белорусской границы не спросили свидетельство о рождении детей он едет по встрече всегда спрашивали сплошную ты что не видишь? привет потом вообще в принципе ничего не спросили куда едете? из Калининграда? в Смоленск, Владивосток, Москву есть разница всех запустили да? на какую-нибудь нормальную подобрались смотрите фуры стоят просто до заправки я боюсь что не видно ничего да то есть на границе нет а они стоят до границы да то бишь до заправки а там границы пускают по несколько машин да наверное так да здесь видать наверное сейчас будет просто бомба сколько их здесь сейчас вот проедем сколько километров ну фуры стоят короче говоря ничего не поменялось возможно даже и больше даже стали по длине в очереди да ладно планируем доехать до Минска а там в Минске уже будем решать двигаться дальше до Смоленска или не двигаться сегодня то пока еще только 7 часов вечера да просто темно ну 7 часов едем ну что друзья вот он Минск доехали слава богу в Минске оказывается время уже московское поэтому сейчас уже без 15 и 10 но главное что добрались плохо что почему-то нет интернета связь определяется МТС Беларусь а интернета нет смски какие-то приходят может быть и звонки какие-то можно сделать может быть функция временно выключена мы не знаем хотим попробовать если все срастется все-таки здесь переночевать какую-то гостиницу сейчас будем думать где поймать ловить интернет да точно город очень красивый на самом деле Минск всегда нравится шикарный очень много красивых зданий вот прям когда едешь через Минск вот по этому главному проспекту в темноте конечно наверное не увидишь ну даже вот высотки какие да все подсвечиваются посмотрите крыши кстати мы пока ехали перевели не знаем конечно какой курс что-то заранее не уточнили интернета нет посмотреть не можем но мы так посчитали что Сбербанк если по карточке Сбербанка рассчитываться то получается где-то 1 белорусский рубль это 40 примерно российских рублей то есть бензин стоит получается 80 рублей за литр у них ну торговато да в Калининграде 51,54 вот и хот-дог мы покупали получается 160 рублей а кофе стандарт это дочь Минск Минск кофе где-то 250 рублей стандартный на трассе вот на въездной прям за страховку вышло примерно 2300 рублей дают на 2 недели но выехать надо в течение суток суток потому что транзитом я думаю что это с пандемией наверное связано чтобы карантин не сидеть или что не поняли нам сказали что у вас сутки на выезд ну ладно нам хватит сутки нам чем быстрее тем лучше ладно чуть попозже а город не видно наверное ну давай пусть смотри за временем ага ну надо посматривать мало у нас просто батарейки осталось и место на флешке красиво много огней да широкий широкий а вот там на доме видишь как будто фонтан льется светоэллюминация какая-то такая а вот и макдональдс только в него не заедешь да да оставлять вообще кейси справа мы как всегда смотрим где что можно перекусить либо может быть в отеле будет какой-то кафе да не знаю как в отеле здесь автобусная полоса как бы не появится давай мы попробуем найти заправку или кафе наверное должно быть тоже вай-фай бесплатно если он вообще существует сейчас в Беларуси да да просто может беда-то не ладно ребята давайте да попозже включимся ну что друзья добрались мы до Менска да кстати добрались не поздно да ну как не поздно но два часа потратили на дом блин вот такие впечатления конечно навстречу всегда ехали ну фуры очень часто и такой интервал только выключаешь дальний где-то наверное с километр ждешь пока тебя нагонят и когда у тебя ближний свет то практически он же около машины светит и блин нарвались на стаю кабанов да ну конечно ничего страшного Саша кое-как увернулся но там чуть-чуть зацепил бухнул да ну маленькая это самое не подкрылок а короче вот один молдинка упал ну прикрутим ну что-нибудь ну что-нибудь пойдем дальше ладно это все мелочь ну имеется ввиду ничего страшного просто впечатление такое в темноте да марина сразу выскочила с камерой я говорю ты куда выходишь под ранок сейчас говорю в хабану в десяти метрах а мне снимать надо да с камерой ладно смотрите в беларуси мы столкнулись вот с такой следующей проблемой санкциями карты российских банков главное в магазине в кафе на заправке везде рассчитались все работает самое интересное что кто бы кто бы но приехали практически домой и санкции как раз нас дома и ждут короче мы решили по темноте дальше не ехать все таки остановились да очень большая классная гостиница мы ее издалека увидели гостиницы орбита в центре где-то города прям проспекта думаю но она же в центре это не где-то можно было конечно через букинг заказать какой-то номер апартамента но просто немножко страшновато ехать куда-то во дворы в непонятный район а тут посередине красивая гостиница мигает сверкает короче переводили на какие только карты не переводили и на втб и на евро счеты короче в банкомате снять деньги нельзя по их карте по нашей карте у них рассчитаться нельзя потому что у них банк и что самое интересное терминал какого-то банка мы рассчитаться не можем но мы все таки из 10 банкомата дошли и нашли все таки Белсбер да и с него сбер сбер короче в Беларуси работает все можно снимать с него то есть они смотрите у нас были с собой рубли российские были евро не берут ни одну валюту только надо белорусские рубли по карточке рассчитаться в самом отеле не получается ни один банкомат в округе снять не получается но вот с Сбера получилось так что если будете в Беларуси столкнетесь с такой проблемой банкомат Сбербанка работает только Сбербанка да ну по крайней мере был в супермаркете банкомат ВТБ я с ВТБ не смог ВТБ с ВТБ нет но говорят на него самые крутые санкции наложили не будем ничего рассказывать мы уже решили просто отдохнуть дошли до КФС взяли чуть-чуть перекусить и ну просто уже не то что сил нет но как-то надо зарядиться Саша говорит самое главное что странно Саша же тоже в отеле работает говорит наши бы девочки придумали так мы что самое интересное решили да фиксим давайте люкс 5 с чем-то тысяч да и они никаких вариантов я говорю ну какие-то варианты найдите мы уже 10 банкоматов обошли пешком с детьми время 12 часов ночи они ну ничем помочь не можем я говорю вы что предлагаете нам на улице остаться с детьми идите следующее у них может быть другой может у них сработает я говорю предлагаете всю полночь ходить по отеле и карточкой прикладывать у кого сработает кстати знаете с чем столкнулись ну ну это полгода ну просто хочется все равно поделиться что разных саша говорит иди покажи наши апартаменты люкс да вот смотрите вот такая прихожая заходите получается первая комната да тут такой шикарный диван стол компьютер это или такой телевизор Саша вот такая какая-то штука тут еще есть посуда оказывается база старинная китайская да здесь вот вторые девчонки привет скажите привет вот у них какой шикарный ребята какой шикарный вид из окна у нас одиннадцатый этаж конечно через стекло сейчас будет не видно но красота утром покажем еще у девчонок тоже тут телевизор стол и выход в ванную есть как из прихожей так вот и из спальни огроменная просто ванная куча полотенец халаты причем отель 3 звезды Саша говорит у них отель в Калининграде 4 звезды и то халаты не дают здесь есть огромная ванная то есть можно и душеванную принять и даже биде ну в принципе конечно условия хорошие потому что дорога еще дальняя надо отдохнуть да Саша и двигаться дальше хотелось бы завтра до Владимира доехать да так что друзья всем добра всем пока всем пока спокойной ночи это 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 Субтитры сделал DimaTorzok